ЧМ-2018, Россия потратила миллиарды на этот турнир, так почему же она так плохо играет в футбол? Джек Питбрук, Индепендент, Великобритания 14 июня 2018 года, Москва потратила 8 лет и почти 700 миллиардов рублей на подготовку к этому чемпионату мира по футболу, не жалея сил, устраивая турнир, чтобы показать миру, чего может достичь современная Россия? Я гордо стоя особняком, но когда в четверг команда Станислава Черчесова выйдет на поле, чтобы сразиться с командой Саудовской Аравии, россияне, скорее всего, покажут себя совершенно с другой стороны И, несмотря на то, что этим летом они будут играть у себя дома, не стоит рассчитывать, что Россия на кого-то произведет впечатление, кого-то развлечет и, вполне возможно, она никого не победит После Саудовской Аравии будет еще труднее, поскольку российской команде предстоит сразиться с Египтом, а затем с Уруговым Не стоит исключать и того, что она выйдет из группового этапа Для России это стало бы ударом по самолюбию, уязвило бы ее гордость, но в таком случае гордость России, проявляющаяся в ее обособленности, изолированности, является причиной бедности ее команды Достаточно оглянуться и посмотреть на историю московского Динамо середины 2000-х годов Вскоре начали приезжать игроки, многие из них, из команды Порту, которая выиграла Лигу чемпионов с Жозема Уринью в 2004 году Самым известным был Маниша, перешедший в команду за 16 миллионов евро, приехал и его младший брат Жожи Рибейру Команду пополнили Каштинья, Дерли и Уркасси и Терейдис и Спорту, Дени и Джозефа Накархири из Спортинга, Нуну Фриш из Бавишты, Луиш Лаурейрова сессеру из Браги А также никому неизвестный 20-летний арендованный центральный защитник по имени Тьяго Силва Однако выяснилось, что Силва болен туберкулезом, он 6 месяцев пролежал в больнице и подумывал уйти из футбола Конечно же, 27 августа 2005 года в матче с ФК Москва клуб Динамо выставил на поле команду, полностью состоящую из легионеров Именно тогда правительство Путина решило сказать нет Больше никаких олигархов, действующих заодно с суперагентами и в массовом количестве поставляющих в российский футбол дешевых иностранных игроков Виталий Мутко, соратник Путина и президент Российского футбольного союза, ужесточил правила, введя лимит на легионеров и ограничив их количество в составе команды до 7, гарантируя россиянам не менее 4 мест в составе команд В таких условиях рынок изменился Олигархи вроде Федорычева больше не могли комплектовать свои команды легионерами Российские игроки теперь были защищены и увидели, что их ценность для команды растет, и их зарплата тоже На протяжении последних 13 лет власти продолжали отрабатывать детали В итоге в 2015 году они остановились на формуле 6 плюс 5, но тенденции сохраняются Антон Евменов возглавлял селекционные отделы в ЦСКА и в Зените, Санкт-Петербург, и он прекрасно знает, как из-за этих правил изменился российский футбол Это искусственные ограничения, говорит Евменов, и они обеспечивают преимущество российским игрокам Иногда вообще не нужно бороться за свое место, что не очень хорошо Это защитное правило В лиге не было достаточного количества российских игроков, поэтому такие правила, они просто подняли цены на игроков И их зарплата по сравнению с тем, что им платили раньше, взлетела до небес Так что хотя развитие и подготовка российских игроков пробуксовывают, зарплаты этих игроков все равно очень высоки Самым высокооплачиваемым игроком российской футбольной премьер-лиги сегодня является Артем Дзуба Его доход составляет 3,6 миллиона евро в год Александр Кокорин из «Зенита» зарабатывает 3,3 миллиона евро, а Федор Смалов из клуба «Краснодар» — 2,9 миллиона евро При таких высоких зарплатах на родине игрокам нет необходимости уезжать Евменов не против правил, без лимита у нас вообще не было бы российских игроков, и мы не смогли бы выставить достойную сборную, но, по его словам, они понижают мотивацию российских игроков играть как можно лучше Им нет смысла уезжать за границу, и они с удовольствием остаются дома под защитой системы Клубы здесь платят так хорошо, что ради успешного российского игрока Барселоне придется побегать за ним, потому что он получает здесь большие деньги, говорит Евменов Они остаются в премьер-лиге России, это главная проблема Если они играют только в России, им не надо осваивать новые техники, они не видят ничего другого, они не играют с людьми, представляющими другие футбольные культуры Они, если честно, не работают над собой В России, если у вас российский паспорт, это дает определенное преимущество Но это дает и некую фору, которая позволяет не выкладываться на 100% После чемпионата Европы 2008 года был короткий период, когда российские игроки бросились подписывать контракты с английскими командами Но они вскоре вернулись домой, и теперь только трое из числа игроков, заявленных на предстоящий чемпионат мира, играют за рубежом Денис Черышев, Вилья Реали, Роман Найштеттер, Фенербахче и запасной вратарь-ветеран Владимир Габулов, в клубе Брюги По причине изолированности российских футболистов сборная перестает быть интересной Такие талантливые молодые футболисты, как Алан Загоев и Александр Кокорин, которым сейчас по 27 лет, никогда не выезжали за границу Они так и не вышли на более высокий профессиональный уровень Раймонд Верхиен входил в тренерский штаб российской сборной на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов И он сожалеет, что из-за этой изолированности команда сегодня слабее, чем тогда Из-за консерватизма в футболе развитие прекращается, объясняет он Лучший способ развивать игроков, давать им играть рядом с другими хорошими игроками Игроки положительно влияют друг на друга Если вы хотите, чтобы ваши игроки были лучше, вы должны окружить их игроками, которые лучше их А если российские игроки окружены игроками, которые играют хуже них Это, как негативное программирование, к добру не приведет Тогда российской премьер-лиги для поднятия уровня были необходимы иностранные игроки И даже после того, как был впервые введен лимит на легионеров Еще были ситуации, когда российские клубы могли купить лучших зарубежных игроков Особенно, когда в сентябре 2012 года «Зенит» Санкт-Петербург Подписал контракты с Акселем Вицелем и с Бенфи Кихолком и Спорту Заплатив за них в общей сложности 100 миллионов евро Это было похоже на начало новой эры мощи российского футбола Но теперь мы знаем, что это был пик, достичь которого снова вряд ли удастся «Зенит» принадлежит «Газпрому», государственному газовому гиганту И самой прибыльной компании в мире по результатам 2009 и 2011 годов Но когда Россия в 2014 году вторглась на Украину, и против нее были введены санкции, рубль рухнул Наряду с падением мировых цен на нефть в 2014 году чистый доход «Газпрома» снизился на 86% А значит, никаких Халков или Ветелей больше не будет Россия больше не могла бравировать на трансферном рынке И в качестве иностранной лиги с самыми большими возможностями ее сразу же вытеснил Китай Как и следовало ожидать, Халк и Ветель в позапрошлом сезоне были проданы китайским клубам В сложном положении оказались и другие российские клубы Евгений Гейнер, олигарх и владелец ЦСКА В последние пять сезонов был вынужден ограничить расходы в связи с финансовыми потерями, которые он понес из-за войны, на Украине До этого он с успехом покупал бразильских игроков, таких как Даня Карвали и Вагнер Лав Но сейчас такой возможности больше нет По этой причине российская премьер-лига постепенно превращается в жалкое пристанище легионеров Профессиональные качества которых становятся все хуже И российских игроков, которых руководство защищает, холит и лелеет Все могло бы в корне измениться, когда в 2014 году «Зенит» пригласил на должность тренера Андрея Вилаша-Буаша Но ему не нравилось правило, касающееся легионеров И когда в 2015 году это правило ужесточили, он очень расстроился Вилаш-Баш сказал, что это было самым неудачным решением Что игроки будут лениться и перестанут бороться за свои места Он даже назвал это концом развития российского футбола После чего, как и следовало ожидать, уехал в Китай Это ознаменовало конец эффектного роста российской премьер-лиги Который произошел после 10 лет усиливающейся изолированности К чему это приведет унылую сборную России Станет достаточно ясно на этой неделе